Ребята, всем привет! Я Алиса и вчера у Милеши был день рождения. 12 ноября ей исполнилось 2 годика, мы отмечали в детском центре, но я там особо не снимала, хотела насладиться моментом, но немножечко прикольные моменты есть в моем телеграмм Алиса Лисова. А сейчас настало время подарков. Кстати, хочу вам сказать, что у Милеши уже началась взрослая жизнь, потому что в 2 года. Она сегодня первый раз пошла в садик и была там целый день, то есть мы хотели до обеда, но она была целый день, потому что понравилась и воспитатель сказал, что все хорошо, можно оставлять. Милеша, ты идешь распаковывать подарки? Я думаю, сейчас мы откроем и она присоединится. Милеша поужинала, теперь в хорошем настроении и сейчас давай откроем первый подарок. Милеша, открывай, открывай подарочек. Это от бабушки. Давай, давай, вскрываем, вскрываем. Милеша, что это? Бабушка точно плохого не подарит. Посмотрите, детский пылесос. Ой, так. Миля, все, давай выбрасывай эту бумагу. Туда ее, туда. Посмотри, какой пылесос. Здесь настоящие шарики. Я так понимаю, он работает и должен всасывать пыль, да, Милеш? Потому что, когда я дома убираю, Милеша любит постоянно клацать этот пылесос, меняет на нем языки, настройки. Поэтому, я думаю, будет актуально. Так, ножницы у меня спрятаны. Сейчас, Милеш, открою и дам. Вот это мы сразу прячем, эти шарики, Милеша. Ох, как настоящий. Слушайте, цвет такой прикольный. Так. Мне вот интересно, работает или нет он? Или он просто как детский идет? Давай, Милеш, сейчас будем пылесосить. Батарейки. Давайте их вставим. И Милеша попробует, да, попылесосить? Да. Давай. Посмотрите, как он работает. Нужно держать кнопку. Ну, не знаю, додумается ли Милеша, что ее надо держать. И он немножечко реально всасывает. Вот так. Не так, Милеш. Не так, смотри. Вот так. Ладно, Милеша хочет с подарком обращаться по-своему. Как будем пылесосить? Что это? Короче, мне кажется, Милеша обиделась, что это. Это то, что ее заставляют пылесосить. Скажи, в садик отправили. Прихожу домой. Заставляют умирать. Это у нас новая функция. У Милеши разблокировалась в два года. А кто там обижается? Почему ты обиделась, Милеша? Почему ты обиделась? Мне кажется, она обиделась из-за того, что я... Все, я не буду его трогать. Это твой подарок. Правда. За ручку бери. За ручку бери. За низ. Вот так. Давай, вот. И кнопочку нажимай. Давай. Милеш, вот. Вот это нажимай. Вот, смотри. Вот так. Давай пальчик. Вот так. Видишь кнопочку? Да, давай. Да, давай, нажимай. Нажимай. Давай, сильней. Ой, молодец. Давай. Ой. Молодец. Но мне кажется, она даже поймет, что нужно держать. А теперь вот так давай убирать. Ладно, держи как хочешь. А мы пока откроем новый подарок. У Милеши кризис двух лет, кажется. Что-то ей опять не понравилось. Я в шоке. Ладно. Давайте посмотрим дальше. Вот этот подарочек я частично видела. Милеш, смотри, какая сумочка классная. Посмотрите. Такая милая, как Шанель есть взрослые сумки. Только это детская. Так. О, все. Она, наверное, хотела вот так лежа, и чтобы кнопка, а не стоя. Ну, ладно. И это еще не все. У Милеши украшений уже больше, чем у меня. Посмотрите, что подарили друзья наши приезжали. Я уже открыла, но сейчас покажу. Короче, это вот такие сережки. Сфокусировалась камера цветочками. Смотри, а это вода. Короче, не знаю почему, но Милешу очень нервирует этот пылесос. Давайте перейдем к другому. Блин. Друзья, что такое? Смотри, мы сейчас сюда нальем водичку, и Милеша точно развеселится. Вот я вам даю гарантию. Это мини-кулер. Она обожает воду. Лиза нам дарила еще такую мойку. Да, Милеш? Да? Сейчас. Давай откроем. Давай его откроем. Да? Будешь пить водичку? Помоем. И будем пить. Слушайте, я бы себе сама хотела такой кулер. Он не похож на детский. Как взрослый, только мини-версия. И как я понимаю... Подожди, Милюшенька, сейчас. Мне кажется, Милеша стала обижаться из-за того, что она не может нам сказать, что она хочет. Мы ее еще не понимаем. И у нее из-за этого обиды. Держи стакан тебе. Так, сейчас. Держи. Ой, сколько здесь стаканов. Смотри, Милеша. Всем хватит. Так, и теперь нужно помыть его и налить водичку. Нальем водичку сюда? Да. Смотрите, вот так бутылка откручивается, наливается вода и ребенок сам. О, нажимай. Посмотрите, я налила водичку. Так, подставляем стаканчик и нажимаем. Ой. Милеш, нажимай кнопку. Да, нажимай. Нажимай, нажимай. Нажимай. Давай, 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 водичка льется. Все, на, попей водичку. Я чистую налила воду и промыла заранее кулер. Подожди, подожди. Вот это ее любимая тема. Скажи, вот это супер подарок, да, Милеш? Давай пить теперь водичку. Ммм, как вкусно. Единственное, что эти штуки, знаете, ну уже для таких более взрослых детей. И, конечно, Милеша бывает психует, у нее не все получается, но ничего. Да, скажи, научимся. Давай я тебя еще порадую. Это уже подарочек очень хороший. Потому что это от нас с Артемом. У нас два подарочка сегодня. И один из них, правда, не в подарочной упаковке, но мы заказали стульчик для кормления только для куклы. Стульчик, конечно же, в разобранном виде, но радует то, что не нужно ничего прикручивать. Я стульчик сделала для Милюши. Милеш, посмотри, какая красота. Нет, это не для тебя. Это для Ляли. Милеша, смотри. Ляля, ням-ням будет с тобой сидеть. Ты за взрослым стульчиком, да? Ляля за детским. Ляля покушает, и Милеша возьмет свой пылесос и будет пылесосить, да? Давай ее посадим, да? Прикольный стульчик. Мне понравилось, что сзади вот такой бантик тоже милый. Стул вроде минималистичный, подойдет под любой ремонт. Я стараюсь покупать все светлое, потому что у нас скоро переезд. Да, Милюш? Надеюсь, ей понравится, и она не будет его сама разбирать. Дальше подарочки. Милюша, посмотрите, это подарочек от Лизы и Назара. От тети Лизы. Это набор Play Doh. Как я понимаю, из этого пластилина Play Doh у нас тут фабрика. Нужно делать печенье, всякие пироженки, шоколадки. Ну, Милеша сама это не сможет, конечно, я буду помогать. Да, Милеш? Или сама сможешь? Сейчас открою. О-о-о! Там целый набор какой-то, который нужно собирать. Но я это соберу без Милеши, потому что, посмотрите, куча деталей, куча штучек. Давай один пластилин откроем. Милеша никогда не... Нет-нет-нет-нет-нет! Мама сама соберет, хорошо. Потому что ты сейчас что-то потеряешь, у нас не получится. Вот так вот, видите? Милеш, ты не вышла из кризиса. Давай я тебе это дам. Давайте просто Play Doh посмотрим. Фабрик уже долго собирать. Вот, смотри! Кстати, мне так нравится запах Play Doh. Милеш, на! На, смотри, какой пластилинчик. Ой! Мне вот так приятно в руках мять, да? Только это не няма. В стакан сейчас бросит. Все, пошла кушать, готовить. А мы переходим к следующему подарочку. Милеша, ты будешь от этого просто в восторге. Это умный песок. Кинетический песок. Раньше так назывался, короче. И песочница надувная. Давай откроем, будем открывать. Да! Ну ладно. Так, сейчас. Спасибо. Спасибо. Мусорку. Пошла в мусорку выбрасывать. Посмотрите, пока Меля не видит. Я вам сейчас покажу. Здесь вот такие наборы песка разных цветов. В комплекте. Розовенький. Этот песок, я думаю, вы знаете, он не как обычный сыпучий песок, а как пластилин плюс песок. Его можно мять. Такая отличная развивашка для детей, да, Милеш? Очень, кстати, много цветов в комплекте. Делать всякие формочки. Играть. И стоп-стоп-стоп. Мама! Ой! А почему называется песочница? А песочницы нету. Или я что-то пропустила? Я подумала внутри. А, есть! Все, получается, это надувная песочница. Очень круто, что можно поиграть с ребенком. Ее обратно сдуть и тоже сложить. Потому что, понятно, без моего присмотра Милеша еще рано в такой играть. И она этот песок разнесет по всему дому. Да, Милюш? Разнесешь по всему дому. Так, давай. Смотри, сколько у тебя. Мы, кстати, сейчас Милеше дарим. И тоже просим дарить какие-то развивающие игрушки. То есть, если раньше покупали просто... Всякие ножницы нельзя. Вот это можно. Всякие куклы, игрушки просто рандомные, собак, животных. Открываю. Ну, вот видите, она паникует, когда не может что-то сделать сама. Раньше... Ммм, понюхай, как пахнет. Только это не няма. Раньше как-то было попроще с этим. Сейчас уже все протестует. Я тут еще увидела один подарок, который идеально бы подошел мне. Это адвент-календарь Милка на 30 дней. Что здесь у нас внутри? Но я вам не покажу. Здесь внутри шоколадки. Мы Милеше шоколадки еще не даем. Ну, именно взрослые. Но я его распакую. Да, Милюш? Где день 1? А, я в этом году еще не распакую. Милеша, иди сюда распакуем адвент. Смотри. День 1 у нас здесь конфетка. Ну, держи, Милюша, у тебя же день рождения. Раньше она еще не умела хотя бы открывать. Сейчас уже умеет. И это проблема. Где день 2, Милеш, покажи. Вот он. Да не так. День 2. Такая же конфетка. Так, это мы уже будем прятать. Короче, я так понимаю, здесь одни конфетки. О, Дед Мороз. Кстати, Дед Мороз с белым шоколадом. Сказала, что не даем конфеты и дала подъесть. Ну, ладно же, день рождения, скажи, был. Нужно попробовать. День 4. Где, доченька, откроем? Отрывай. А, нет! Это был не день 4. Еще одна конфетка. Давайте, кстати, рандомно пооткрываем. Посмотрим, что здесь есть еще. Здесь у нас тоже эльф. В седьмом дне конфетка. Ау, я вся в пластилине. Восьмой день. Где восьмой день? Как люди, которые открывают адвенты, так быстро находят дни? Я как тормоз. Орео, кстати, я такую не помню. По-моему, я даже не пробовала. Кто пробовал, напишите в комментариях. Милеш, ты тоже. Одну конфетку и все. Девятый день. Милеш, где девятый день? Рядом сейчас. А ну не воруй, это маме. С мамой надо поделиться. У тебя есть одна? Вот. Девятый день. Тоже такая же конфетка. Десятый. А где будет самый большой? В тридцатый, интересно, да? В десятом дне тоже такая же конфетка. Одиннадцатый день. Поделишься? Спасибо. Спасибо, Орео и Милка. Короче, мне нравится, что, конечно, адвент не сильно разнообразный, но тут очень классные вкусы. Потому что Милка, я думаю, все любят, но я не знаю таких людей, которые не любят Милку. И нас должен ждать какой-то сюрпризик. Как всегда, я не нашла одиннадцатый, перешла к двенадцатому. Желтенькая конфетка. А мы четверку не распаковали, Милеш, ну вот это мы даем. Собирай конфетки, маме, давай. Маме, спасибо, спасибо. Пингвинчик, пингвинчик у нас тут попался. Из-за того, что Милеша вырвала одну ячейку, мне теперь сложно открывать. Орео у нас было в четырнадцатом. Пятнадцатый. Вот пятнадцатый день. Милеша находит мои заначки. Это плохо. Ну-ну, правильно. Смотри, Милеша, а кто там? Опять конфетка. Мама! Да. Я конфетка здесь. Скажи, что ты оставила? Голубая. Опять голубая. Желтая. Мне просто интересно посмотреть, что будет в последнем дне. Угу. Тридцатая. Тоже. Теперь я понимаю, как я... Ой, Дед Мороз вот этот классный. Так. Ну. Тоже синяя конфетка. Двадцать седьмой. Фух. Двадцать восьмой. Ой, двадцать шестой. Мы, конечно, да. Дед Мороз. Ну, в принципе, да. Я видела описание. Жаль, конечно, что его пишут на Дуэнте. Мне уже не так интересно. Хочется побыстрее их вскрыть. Но ничего. Давай маме конфетки. Здесь тоже. Тридцатая теперь у нас. А, двадцать восьмой еще. Да. Мусорку выброси. Покушала, выброси. В ведро. Правильно. Двадцать восьмой. Так. Ну и все. Давайте открывать. Тридцатая, тридцать первая. Здесь у нас тоже синяя. Тридцать первая. Насколько я знаю, всегда что-то интересное. Но все адвенты разные. Тут тоже синяя конфетка. Конечно, мне приятно за такой адвент. Но это же подарок. Всегда приятно. И вот на обратной стороне. Здесь можно посмотреть количество. И что вам попадется. Мне кажется, для детей супер. Но не возрастом, как Милеша, а постарше. Потому что они же все съедят. Да. Милеша, смотри, кто у нас в новом пакете. Что это такое? Ой, тут что-то тяжелое. Это динозавр. Не Ну-ну? А что тебя заинтересовало? Конфеты? Ну-ну-ну. Так, тут что-то реально тяжелое. На, Милеш, открывай. Фух. Сейчас. Милень, а что бы тебе не было? На. Ты хочешь открыть? Ну давай. Ну нельзя же сразу паниковать. Скажи, мама, открой. Вот. А мы пока распакуем вот этот наборчик. Это получается мы тоже с Артемом заказали на Вэлберис. Это такой, как пеленальный столик с ящиками. Может и Милеша использовать его как кроватку. И сразу же складывать что-то в корзинке. Потому что она любит открывать вот эти ящики. А они очень туго открываются. Я купила как декоративный комод. И очень паникует из-за этого. Но здесь минус. Собирать его нужно как настоящую мебель. Представляете? Милеш, что ты там уже за копье нашла? Давай как раз спасибо. Я открою. О! Милеш, ты просто супер. Спасибо. На. Открыли. Короче, наверное, Артем вам придется сейчас собирать. А что, тебе не понравился динозаврик? Давай открывать. Вот так вот. Ты помогаешь открывать, да? Давай. Чик, 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 чик. Давай. Давай сейчас. У-у-у. 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 Фух. Короче, тут просто реально. Там собирается он как мебель. Поэтому Артем его соберет, когда Милеша уснет. Вот, чтобы она не мешала, потому что она будет капризничать, мелкие детальки воровать, да? Там всякие болтики. Давай открывать. Вот это открой, пожалуйста. И я вам покажу, что у нас получилось в Телеграм. Мой Телеграм Алиса Лисова. Переходите, смотрите. Там лайв-контент, контент с Милешей. Артикулы из распаковок Wildberries и многое другое. Мне кажется, мы все подарочки сегодня распаковали. Милеш, может, еще пылесос попробуем? Сейчас, давай этот. Он такой тяжелый. Он реально как взрослый комодик такой. Тяжелее, чем эти. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Милеш, что тебе не зашел мой динозаврик? Тогда я его возьму себе. И всем пока. Будешь прощаться? Пока-пока. А иди попрощайся. Угости всех конфетами. Помаши всем пока. Давай. Если что, Милеша просто играется. Конфетами она их не ест. Короче, пока-пока. Пока.